Авторская программа Алексея Ледяева. Иллюзии и реальность. Итак, тема моей проповеди – маятник жизни. Часы – это не есть время. Часы – это инструмент определения времени. Прежде чем появились звезды, прежде чем появилась земля, прежде чем появились моря, Бог создал время и пространство. И потом уже акт творчества происходил в условиях, когда существовало пространство. Бог творил в пространстве. И далее Бог подчинялся времени. И был вечер, и было утро, день один. Время диктует. Сам Бог подчиняется времени. Всему свое время. Часы определяют время. Мы пытаемся быть современными людьми. Что такое современный человек? Это человек, который чувствует время. А поскольку время сопряжено с событиями, то современный человек – это человек, который находится в гуще современных событий. Он не отстает. Он не живет категориями 19 века. Он не живет категориями прошлого года. Он адаптирован к реалиям современности. В мире все находится в движении. Маятник жизни продолжает раскачиваться. А стрелки на часах продолжают отчитывать дни, месяцы и годы. Амплитуда маятника – это пульс нашей жизни. Стремительный взлет, который неожиданно сменяется, скользящий вниз. И когда мы внизу, нам кажется, и что дальше? Что дальше? Маятник жизни через некоторое время снова поднимет нас вверх. И когда ты оказался вверху, ты думаешь, на годы, на десятилетия. А вот дудки вам, Марья Ивановна, маятник жизни, с пика твоей славы, с пика твоего процветания вдруг, ух, и назад. И ты думаешь, да что же это такое? Амплитуда нашего существования. Я задаю тебе вопрос. Найди мне хоть одного человека, который от рождения и до смерти жил припеваючи. Который не болел ни одной болезненью. Которому в лицо ни разу не плюнули. Он всем плевал. Причем всю жизнь и безнаказанно. Да найдите мне хоть одного человека, который никогда не попадал в кризис. И жизнь его супермена, и он пролетел так 90 лет, не болел, не страдал. Поноса у него не было. Зубы у него не выпадывали. Никто ему не завидовал. Никто ему колеса, палки не вставлял. В шторм ни разу не попадал. Такого в природе не существует. Амплитуда маятника – это есть пульс нашей жизни. И когда мы сегодня оказались внизу, знайте, что завтра мы будем вверху. Посмотрите, Иосиф. Такой счастливый человек. Отец его любит больше, чем всех остальных детей. Маменькин сынок. Не, папенькин. Он с ним. Он ему всегда самые вкусные большие куски отрезает. А он еще сны там увидел. Надо знать, какие сны смотреть, да еще какие рассказывать. То есть ему сон приснился о том, как его маятник жизни достигал максимума. Он наверху, и ему все поклоняются. Только расскажешь об этом, и маятник жизни качнется совершенно в другую сторону. Подожди, ты скажешь, стоп, Алексей, так что, нам нельзя рассказывать? Нам наоборот, надо рассказывать, чтобы раскачать маятник. Потому что если маятник не будет двигаться, часы остановятся – смерть. А я не хочу всю жизнь где-то сидеть в тени и говорить, я знаю все, только никому не скажу. Не верю я в такое христианство. И я за то, чтобы мой маятник жизни, он раскачивался уверенно, стабильно и смело. Были наверху – будем внизу. Были внизу – будем наверху. Апостол Павел говорит, научился жить наверху. И научился жить внизу. Когда внизу – готовлюсь к тому, чтобы жить наверху. А когда наверху – готовлюсь к тому, чтобы жить внизу. Любящим Бога. Призванным по Его изволению. Почти все содействует ко благу. Кроме нонешней ситуации. Нет, там написано – все содействует ко благу. И вот смотрите, маятник конченулся. Иосиф – самый обожаемый ребенок в семье. Ну вообще. Братья посмотрели. Слишком жирно. Взяли, сняли с него этот кафтан. Бросили его в ров. А потом все продали. Поймали козла. Накормили капустой. Убили. В крови вымазали все. К отцу принесли и сказали – все. Радовался, радовался, батя. Теперь радуйся дальше. Нету твоего сыночка. И вот этот маятник, который был вверху, вниз. Это же катастрофа. Как можно так существовать? И вот его продали. И вот он раб. И теперь он в самом низу. А потом маятник жизни двигается. Патифар. Царь и дворец. Представляете, какой авторитетный человек. Говорит, слушай, ты будешь домоуправителем моим. Смотришь, из самого низу. Опс! Маятник жизни. Поднял его. И теперь он в доме ходит. Ему все принадлежит. Он имеет доступ ко всем дверям. Не круто ли, а? Но недолго. Ходил, ел, пил, пылесосил. Да, коль не наступил день злый. Потому что жена Патифара положила на него глаз. Знаете, причиной того, что иногда наш плюс меняется на минус, то наши братья. То жена чья-то? Патифара. Потому что если здесь брат Патифар, следи за своей женой. И вот жена Патифара. Короче, понравился этот мальчик. Решила его соблазнить, да не тут-то было. Схватила его опять за одежду. Вот какая-то карма у него была на одежде. Вот все несчастья с одеждой связаны. Вот почему Адам без одежды ходил. Чтоб никто его не цеплял. Ну вот, короче. Жена схватила за одежду, жена Патифара. Юноша был здоровый. Вы что думаете, ему не хотелось женского тепла? Да всем хочется. Но Божьего тепла ему хотелось больше. Амин. Чтоб твой маятник не заклинило. Заклинь однажды свои все желания. И он сбежал. И когда пришел муж Патифар, она говорит. Эта тварь, которую ты завел к нам, он на самом деле только снаружи такой пушистый и мягкий. Он как на меня набросился. Я видал разных, но таких. И муж, да ты что? Не можешь. Может быть. Он и так меня, и вот так меня, и в тюрьму его. И маятник кончнулся назад. И говорит. Не жизнь, а малина. Что же это такое? По крайней мере, есть что вспомнить. А есть такая скучная жизнь. Родился. Ходил в школу. Учился на отлично. Белочек с руки кормил. Скворечники забивал. Любил природу. Был ботаником. Потом в партию зеленых вступил. Теперь поддержим чистоту в городе. Ни с кем не сражаемся. Пацифисты. Сколько-то. Люди большой судьбы всегда живут интересной жизнью, в которой существуют контрасты. А мы не хотим контрастов. Мы хотим жить в той же хрущевской однокомнатной квартире 29 лет еще. А я не хочу. Я хочу носить костюм, который носил еще мой дедушка. Я уже не говорю про нижнее белье. А я не хочу. Все меняется в жизни. Все меняется. И мы должны идти навстречу переменам смело, уверенно и оптимистично. Вы со мной? Пойдете? И вот в тюрьме сидит Иосиф. Вон там. В тюрьме. Угораздил, а? И потом снова смотришь. На такой максимум вышел. Он стал вторым лицом в стране. Представляете? Фараон ему дал перстень и сказал, ты второй. У тебя вся власть в этом государстве. Чем выше ты вверху, тем ниже ты внизу. Чем ниже ты внизу, тем выше ты будешь на верху. Я не знаю. Может быть то, что мы переживаем внизу, это цена той позиции, которую мы завтра будем занимать вверху. Ну что ты будешь делать, если на эконом-класс одна цена, на бизнес-класс другая цена, а на первый класс вообще? Сколько мы платим, столько мы и имеем. Амплитуда маятника – это пульс нашей жизни. И причем алгоритм жизни таков, что маятник судьбы в максимальных верхних точках бывает в два раза чаще. Я точно знаю, что наверху мы бываем в два раза чаще, чем внизу. Смотрите, маятник вверху. Нижнюю точку он только вот так вот. Ух! У тебя аж дух, ты расслабила. Ты внизу вырыл яму, все сделал как надо. И наверх уже легкий. Как говорится, легкий на подъем. Поднимаешься вверх. Скажи, наверху я бываю в два раза чаще, чем внизу. На верху я бываю в два раза чаще, чем внизу. Поэтому я оптимист. Поэтому я оптимист. Амин. Если честно рассмотреть, проанализировать, как мы прожили до сегодняшнего дня, но давайте быть честными, счастливых дней было больше. Ты говоришь, да не помню. А вот склероз лечить надо. А склероз лечить надо. И за каждое чудо благодарить Господа. Потому что если на одну чашу сложить все чудеса, счастливые, добрые дни, а на другую чашу, наше несчастье, да эта чаша перевесит сто раз. А почему? Мы часто горюем. Знаете почему? Не потому, что чудес в жизни нету. А мы порочные существа. Мы смакуем негатив гораздо глубже, чем чудеса. Поговори сейчас с людьми. Как будто чудес нету. Как будто ничего хорошего в жизни нету. Почему нам гораздо приятнее говорить о проблемах, чем о чудесах? Смотрите. Израильский народ столько чудес видел в Египте. Десять казней. О каждой казни можно по лет 25 говорить было. Но когда они оказались какой-то, ну, внизу, маятник оказался их внизу, они, где котлы, где эти чеснок? Нам так круто было в Египте. Че-че у вас круто было в Египте? У нас негативное мышление от рождения. К позитиву, оказывается, нужно приучать свои мысли, свое мышление. А к негативу и не надо. Вот почему надо фиксировать позитив. Вот почему надо фиксировать то, что у нас происходит там, вверху, пока мы благословены. Чтобы потом, сопоставляя, сопоставляя свой жизненный опыт и с теми, может быть, трагическими, экстремальными ситуациями внизу, мы с вами все-таки говорили, что Бог благ, что Бог милостив, что Он сильный, и что Он нас благословяет гораздо чаще, чем наказывает. Как апостол Павел даже говорит, эти кратковременные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Следующая мысль. Маятник жизни раскачивает не человек. Если бы мы эти маятники качали кранты всем, но маятник жизни движется не по нашей воле, а по воле того, кто сотворил человека, кто знает нас, и который любит нас, и уже знает, что нам нужно, а чего нам не нужно. Как помните, Иисус говорит, для вас лучше, чтобы я ушел. То есть маятник жизни у Иисуса, Он знает, когда должен выйти, на служение, Он знает, что когда вот, Он наверху сегодня, Он творит чудеса, весь мир на Него смотрит, и завтра маятник качнулся вниз. Его арестовали, Его плюют, бьют, уж куда Он только, в какую глубину Он только не сошел. Но Он точно знает, завтра Он воскреснет из мертвых, завтра Он будет вознесен на небеса и сядет одесную Отца. Вы понимаете, тот, кто понимает это откровение, ему легко жить. Ефесянам 4. Посему и сказано, «Восшед на высоту, пленил плен, раздал дары человекам, а восшел, что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Я вспомнил, когда я в армии служил, и у меня была маленькая Евангелие, Евангелие от Яна. Ну, я как порядочный баптист всегда по утрам читал, и потом в тумбочке у меня было тайное место, я прятал Евангелие, потому что там в то время нам еще мозги промывали насчет того, что его нету. И вот однажды я с работы возвращаюсь в казарму и слышу, какой-то солдат нашел, ты читай, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». Хрень какая-то. «И Слово было Бог, и все через Него начало быть, и ничего без Него. не начало быть». И он вслух ходил по казарме и ржал, читал. Говорит, «Всё через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть». Что начало быть? Самое интересное, что когда он читал, я тоже перестал понимать Евангелие. «Вроде бы я знаю Евангелие и понимаю, но когда вот такой балбес читает его, ты начинаешь как бы под его влиянием или как, тоже как будто абрагадабра. Зачем я это говорю? Я вот сейчас читаю стихи и чувствую, что кто-то меня вот так воспринимает. Можно ещё прочитать? Читаю ещё раз. «А вошёл, что означает как не то, что он не сходил прежде в преисподние места земли?» То есть, мысль, он вошёл на высоту, но прежде чем взойти на высоту, он должен был сойти так глубоко вниз и что-то там сделать. Друзья, когда мы находимся внизу, мы не просто стиснув зубы, теперь «ну ещё!» Иисус не просто стиснул зубы в преисподние «эээээ». Он там ключи ада и смерти забрал. И с этими ключами Он поднялся наверх. Если бы Иисус не опустился в преисподние места земли, Он бы никогда не поднялся превыше небес. Поймите, мы должны смотреть на маятник жизни, который нас доводит до самого низа не как трагедию, а как возможность подняться ещё выше. Мы однажды говорили с одним мусульманином, и он говорит, спасение через Иисуса Христа – это абсурд. Ну как? Он же умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Наш Коран утверждает, что Бог так любил Иисуса, что Он взял Его к себе до того, как Его убили. Поэтому в Коране нет упоминания о смерти Иисуса Христа, а значит, о воскрешении. Смотрите, если взять эту позицию, что Иисус опустился, то есть маятник жизни, достиг только земли, и с земли Он пошёл на небо, в каком статусе Он с неба пришёл, в таком статусе Он на небо и поднялся. Но вот в чём дело, что Он сошёл не просто, он опустился, маятник жизни, коснулся не только земли, маятник жизни Иисуса Христа коснулся преисподних мест. Иисус был только Сыном Божьим, прежде чем прийти на землю. Но когда Он умер, это была такая глубина, глубина страданий, глубина презрения, глубина смерти. Грехи всего мира легли на Него. Это даже не были долины, смертной тени, это была сама глубина смерти. И дьявол торжествовал, вот мы тебя и поразили, и не понимал дьявол, что маятник жизни невозможно остановить. И дьявол думал, что этот маятник жизни застрянет в этих глубинах земли, и уже никто не сможет оттуда выйти. Но Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию. И на третий день Он воскрес, и маятник жизни поднял Его. Не только Он вышел из гроба, Он поднялся на ту высоту, где Его раньше не было. Здесь записано, что Он поднялся превыше небес в другом статусе. Он поднялся как царь всех царей и сказал, теперь мне дана всякая власть. Несшедший Он же есть и восшедший превыше небес. Сегодня тебя называют несшедший. Че, обанкротился? Потерял? Все, проиграл? Я буду несшедший сегодня, но завтра я буду восшедший. Сегодня болезнь грызет, сегодня грех грызет, сегодня нищета грызет, сегодня этот кризис грызет, сегодня я несшедший, но я знаю, что мою судьбу контролирует не Всемирный валютный фонд, и не Европейский союз, и не Латвийский сайм. Мою судьбу контролирует тот, чье имя всех царей и Господь всех господствующих. Он дал мне жизнь, Он ей контролирует, Он руководит, Он опускает, и Он поднимает. Ему вся слава. Моя жизнь сокрыта в Боге. Аллилуйя! Когда Пилат подошел к Иисусу и говорит, что молчишь? Неужели ты не знаешь, что я имею власть казнить и помиловать? Иисус посмотрел и сказал, ты имеешь надо мной власть, ты глубоко ошибаешься. Я имею власть отдать жизнь, и я имею власть принимать. И ты бы никогда не имел надо мной никакой власти, если бы не дано было это тебе свыше. Наша судьба не в руках людей. Наша судьба в руках Господа. Амин. И мы знаем, что маятник жизни подчиняется неволе человеческой. Маятник жизни подчиняется неволе наших друзей и неволе наших врагов. Маятник жизни подчиняется Богу. Он дал нам эту жизнь, Он учит нас жизни, Он защищает нашу жизнь, и когда нужно, по Его воле, Он эту жизнь заберет. И когда Бог заберет жизнь, я сопротивляться не буду. Субтитры создавал DimaTorzok